Инфобиз Наш продукт, агросигнал, цифровая платформа, комплексная, уже седьмой сезон идет в сферу сельского хозяйства, из региона в регион. На сегодняшний день 40 регионов у нас закрыты. Более 300 предприятий уже используют нашу платформу как основной инструмент, либо вспомогательный инструмент. Тем самым мы в рамках задач от наших сельхозпроизводителей по орошению, мы на сегодняшний день достигли результата по трем направлениям. То есть с помощью платформы, ну это комплексный подход и программного обеспечения, и технического решения, мы достигли уже показателей в трех параметрах. Это автоматический расчет площади полива. Это возможность, оперируя точными данными, закрывать зарплату гидротехника. Тем самым с помощью функции настройки уведомлений оперативно уведомлять ответственных лиц о тревожных моментах, таких как остановка, это отсутствие подачи воды. И буквально в период с 2020 по 2021 год мы закрыли задачу по автоматическому расчету воды, подсчету воды, сколько было израсходов в то или иное поле. Все это у нас дается в визуальном виде через программное обеспечение агросигнал. Вот так вот выглядит оцифрованная модель участка, контур, который получился с помощью данных с приборов телеметрии. Тем самым отчет нам дает на сегодняшний день все данные, которые необходимы для агронома, либо главного гидротехника для сводки. Сколько за смену, сколько было израсходовано воды, укладывается это в нормативы. Ну и есть ли отклонения от фактического, либо нормативных планов. С помощью функций настройки конкретным ответственным лицам дистанционно можно настраивать уведомления. Тем самым своевременно оповестить сотрудника гидротехника о том, что машина на участке остановилась, у нее идет режим пробуксовки. Тем самым полив воды идет в одно и то же место. Это позволяет оперативно реагировать. И в диспетчерский центр тоже стекается сводка по нескольким участкам, если вдруг навременно несколько объектов перестали работать в штатном режиме. Вот так вот мы достигли результата по точности вылива воды с помощью параметров и математики, отталкиваясь от конкретных моделей, используемых в сельхозпредприятии. Мы достигли итогов и на сегодняшний день, в сезон 2021, мы готовы предложить вот такие функции, реализованные в общей комплексной платформе Агросигнал, для того, чтобы все вот эти технологии растительных систем давали максимальный результат и повышали вашу ретабельность. Но также в нашем комплекте, помимо программного обеспечения, мы сделали два комплекта технических решений. Это одна из наших, так скажем, гордостей, то есть запатентованные. Это модель с автономным питанием, для того, чтобы приборы телеметрии не зависели от источника питания, генератора, либо постоянного тока на солнечных панелях. И второй бюджетный вариант, это с постоянным током, либо переменным, это без солнечных панелей. Комплекты уже рабочие, протестированы, введены в эксплуатацию. Положительный результат был достигнут в Самарской области, в сельхозпредприятии, с 58 объектами круговых, поливальных машин и фронтальных. Коллеги, вот наши достижения, обращайтесь, мы открыты на консультацию и, в принципе, это индивидуальный подход к каждому. Вопросы на все. Есть вопросы, пожалуйста. Есть вопросы. Скажите, пожалуйста, у вас вот идет расчет автоматических поливных норм. На какие культуры рассчитаны ваши поливные нормы? О, интересно. Смотрите, это же вводные данные, они вносятся именно вот в этот режим настроек. Сколько литров пропускная способность на основании нормативов. То есть, когда от производителей делают техзадания, заказывают оборудование, они настраивают их под каждую культуру индивидуально. И мы только вводим часть для формулы. Поэтому мы не консультируем, мы не эксперты в этом. То есть, это от разработчиков и от агрономов идет выбор норматива полива. С какими культурами работаем? А по сути, ну, да. Мы же с оборудованием работаем. И поэтому нам культура не принципиальна. То есть, заказ делает сельхозаваропроизводитель. И, соответственно, вы уже какие-то... Мне интересует... Поближе микрофон держите. Меня интересует, оптимальные нормы у вас полива? Либо вы можете... Какие граничные тоже условия? То есть, любые, какие границы? Вот каких, да какие? Ну, здесь я вам, наверное, затруднюсь ответить так в моменте. Потому что, как логика нашего решения, по сути, мы даем возможность сравнить, сколько по факту было из расхода, ну, да, там, воды пройдено через систему учета. И сколько по нормативам. И уже, используя эти данные, ответственные лица, эксперты делают сравнение. И принимают решение, было ли это плохо или хорошо. То есть, это не наша зона ответственности. Спасибо, я поняла. Да. Андрей, вот вы назвали хозяйство в Самарской области, но, в принципе, назвали только площадь. А само название хозяйства, где это можно смотреть? Известный производитель, ну, в принципе, и соков. Это фирма «Нектар» в Самарской области, предприятие «В-07», «В-07». Да, они открыты к диалогу, к обмену опытом. У них главный диспетчер Анатолий Рыбин. Я всегда с удовольствием сведу, и мы в рабочем кругу все это взвесим, обсудим. Спасибо. Вот эти вот важные вещи мы у всех экспертов ориентируем на то, чтобы называли конкретные адреса, где это можно увидеть, проконсультироваться, поговорить вплоть до механизатора, который работает, умеет ли он управлять вот такими системами. Еще добавлю информацию одну, Андрей Владимирович, у нас в Саратовской области тоже коллеги, да, по сути, призгау имени Вавилова, команда «Милиумаш», они на сегодняшний день тоже изготавливают круговые машины. Да, и вот мы вместе сотрудничаем, и вот сейчас вводим в совместный проект в одном из самых поступлений, на двух единицах. Что вы вводите, это здорово, но мы не видим пока вас нигде. Ну, я услышал ваш, как говорится, призыв, давайте... Потому что я вижу все, что импортные, они везде, они, как говорится, их везде видно, они везде участвуют. Наши, они где-то провокально производятся, выпускаются, для себя пробуют, а не видим везде. У меня вот вопрос по поводу вашей системы. А контроль сухих пятен у нас существует или нет? Можно повторить. А с помощью чего это контролирует сухие пятен? Ну, да, с помощью спутников. Ну, у нас есть возможность подгружать подложку со спутников с линзами NDVI, вот, и вот все стрессовые участки отображаются. То есть для первичного... Какая периодичность? В зависимости от облачности, каждые три дня данные загружаются. Десять на десять метров квадратных. Три дня? Бедовато, конечно. В зависимости от облачности. Есть каждый день данные подгружают, но облако мешает качественную картинку. Ну, зачем она, если там облако? То есть у нас идет градация, там, первое, второе, четвертое, седьмое число, ну, в зависимости от календарных дней. Поэтому в зависимости от облачности можно каждый день подгружать. Хорошо, спасибо. Такая функция реализована. Еще вопрос, пожалуйста. Преобразение Андрея Кучакова, компания «Новая территория система». Это состояние вопроса, комментарий к вашему вопросу о контроле сухих пятенок. Есть решение, которое мы используем в своей работе. Это мониторинг полей с плотных питательных аппаратов. Там разрешение получается получше, чем со спутника, и значительно на этот аппарат получше. Плюс мы умеем считать индексы вагообеспеченности, то есть видно, где мокро, где сухо. Плюс, поскольку мы работаем с логиками рядом, то и имеется возможность откалиброваться. То есть получается, индивидуальное источное понимание того, что реально происходит на поле. То есть, по сути, это более точное снятие экономической информации с поля. Такое решение есть, оно используется. И сейчас мы как раз внедряем его как раз в полу с удовольствием. Спасибо. Вопросы еще есть к Андрею? Спасибо, Калинин. Я на связи в любой момент.